здравствуйте ребята тема урока способы задания зависимости между величинами сегодня на уроке решение задач на определение зависимости между величинами и так ребята давайте вспомним зависимую переменную величину обычно обозначает буквой y а вот независимую переменную величину обычно обозначает буквой x рассмотрим такое задание при каких значениях переменной x значение зависимой переменной y равное минус 2,5x плюс 3 равно 2 или минус 10. Итак, ребята, решая данное задание, вместо переменной y поставим значение 2. Получим следующее выражение 2 равно минус 2,5x плюс 3. Далее выражение с переменной x правой части уравнения перенесем в левую, при этом не забываем поменять знак, и 2 перенесем слева направо, также меняем знак. Получаем следующее выражение 2,5x равно минус 2 плюс 3. Найдем значение суммы в правой части уравнения, получим 2,5x равное 1. Далее разделим уравнение на коэффициент при x, то есть получаем x равно 1 разделить на 2,5. Обратите внимание, мы делим на неполное число, запятую передвинем и добавим 0. Получаем следующее x равное 10 разделить на 25. Получаем x равно 0,4. Далее в данное уравнение вместо y подставим минус 10. Получаем следующее уравнение минус 10 равно минус 2,5x плюс 3. Далее выражение с переменной с правой части уравнения переносим в левую часть и минус 10 с левой части переносим в правую часть, при этом знаки меняем на противоположные. Получаем следующее уравнение 2,5x равно 10 плюс 3. Найдем значение суммы в правой части уравнения, получаем 2,5x равно у нас 13. Далее x у нас равно 13 разделить на 2,5. То есть получаем x равно 130 разделить на 25, так как мы делили на нецелое число. В результате x у нас равно 5,2. Рассмотрим следующее задание. По заданным значениям переменной y найдите соответствующее значение x, если и нам дано значение y равное минус 4,5x плюс 20 и само значение y у нас равно 2. Далее решая данное задание вместо y мы в данное уравнение поставляем значение 2. Получаем следующее уравнение 2 равно минус 4,5x плюс 20. Найдем значение переменной x, переносим с правой части в левую часть, выражение с переменной и получаем следующее 4,5x равно 20 минус 2. Найдем значение разности, получаем 4,5x равно 18. Далее x у нас равно 18 разделить на 4,5. Опять делим на нецелое число, перенесем запятую, число 18 добавим 0. Получим следующее x равно 180 разделить на 45. x у нас получается равен 4. Рассмотрим следующее задание. Используя график составить таблицу значений зависимой и независимой переменной. Нам дана координатная плоскость и таблицу, которую необходимо заполнить. В координатной плоскости у нас отмечены 5 точек, точки А, В, С, Д, Ф. Для того, чтобы заполнить данную таблицу, мы найдем координаты данных точек. Начнем с точки А. Найдем координаты данной точки. Абцисса данной точки равна минус 9, а ордината данной точки равна минус 2. Запишем координаты точки А, минус 9, минус 2. Заполняя данную таблицу, обратим внимание на следующее. То, что независимая переменная x соответствует абциссе. А вот зависимая переменная y соответствует координатной. Запишем, где x минус 9, где y минус 2. Аналогично найдем координаты точки В. Абцисса данной точки равна минус 5. А ордината данной точки равна 5. Также запишем координаты точки В, минус 5 и 5. И заполняя таблицу, записываем соответствующие значения. x у нас минус 5, y у нас 5. Далее найдем координаты точки С. Абцисса данной точки равна минус 2. А ордината данной точки равна минус 3,5. Запишем координаты точки С. Минус 2, минус 3,5. И запишем соответствующие значения. Аналогично найдем координаты точки Д. Абцисса точки Д равна 6. А ордината точки Д равна 3. Запишем точку Д с координатами 6, 3. И запишем данные значения в таблицу. Точка F. Абцисса данной точки равна 9. А ордината данной точки равна минус 2,5. Значит, координаты точки F равны 9 и минус 2,5. Запишем данные в таблице. Итак, ребята, не забываем, что когда мы заполняем данную таблицу, то что независимой переменной x соответствует абцисса. А вот замисимой переменной y соответствует ордината. Рассмотрим следующее задание. Задать зависимость всеми способами. И нам даны три такие задачи. Первая, например, путь, пройденный туристом с постоянной скоростью 4 км в час за 3 часа. Вторая. Мотор качает воду со скоростью 45 литров в минуту за 4 часа. И третья задача. Ученик читает текст со скоростью 120 слов в минуту. Итак, рассмотрим первую задачу. Наша задача задать всеми способами, то есть аналитическим, табличным и графическим способом. Первое. Аналитическим. Для того, чтобы задать аналитический способ к заданию, путь, пройденный туристом с постоянной скоростью. Тут сказано постоянная скорость, то есть скорость без изменения. Для этого мы введем такое значение, что х мы возьмем за время. Х это у нас время. Постоянная скорость дана. И для того, чтобы найти путь, путь у нас задаем аналитический формул. Путь у нас данной задачи равен 4 умноженное на х. Итак, заполняя таблицу, то есть табличный способ, мы знаем, что у нас х это независимая переменная, у это у нас зависимая переменная. То есть вместо х мы можем взять значение 0, то есть когда движения не было, это говорит о том, что пройденный путь равен 0. Если же мы возьмем такое, что время прошло 1 час, то за 1 час, соответственно, он пройдет 4 километра. Далее вместо х мы можем взять 1,5, тогда значение у равно 6, то есть мы постоянно умножаем на 4. Далее покажем графический способ. Для того, чтобы показать графический способ, мы запишем точки, возьмем точки с координатами 0, 0, 1, 4, 1, 5 и 6. И на координатной плоскости отметим данные точки с данными координатами. То есть отметим точку А, она будет у нас в начале отчета, так как время равно 0, соответственно, пройденный путь будет равен 0. Точка В с координатой 1, 4 и точка С с координатой 1,5, 6. Далее рассмотрим следующую задачу. Мотор качает воду со скоростью 45 литров в минуту за 4 часа. Для удобства, чтобы задать данную задачу тремя способами, мы 45 литров в минуту переведем в секунды. То есть получаем следующее. Х обозначаем время и указываем, что оно у нас в секундах. Далее получается, чтобы 45 литров в минуту перевести в секунды. Мы знаем, что в одной минуте у нас 60 секунд. Это означает, что 45 разделить на 60 получаем 0,75. Тогда можем сказать, что объем равен 0,75 умноженное на х. Вот мы задали аналитический способ зависимости. Далее зададим табличный способ. Зависимая переменная это у нас у, независимая это х. Соответственно, вместо х мы можем взять, например, 0 секунд. За 0 секунд набранная вода будет равна 0. Далее возьмем такое значение за 2 секунды. Получаем, что за 2 секунды насос мотор наберет 1,5 литров. А вот за 4 секунды он наберет 3 литра. Далее покажем данное значение в виде графически. Обозначим, соответственно, точки с координатами. На координатной плоскости отметим следующие точки с координатами. Точка А с координатами 0,0. Точка Б с координатой 2,1,5. И точка С с координатой 4,3. Рассмотрим третью задачу. Ученик читает текст со скоростью 120 слов в минуту. Итак, за х мы возьмем время в секундах. Для этого 120 слов в минуту мы найдем, сколько ученик читает слов в секунду. Получаем, что объем данной скорости чтения равен 2х. То есть 120 разделить на 60. Получается, что в среднем он за секунду читает 2 слова. Мы задали аналитический, вы равны 2х. Теперь зададим табличным способом. Аналогично. Вместо х, если мы возьмем 0, у нас равно 0, так как 2 на 0 равно 0. Далее, если вместо х мы возьмем значение, равное 2, у тогда у нас равен 4. И следующее, вместо х мы берем 3. То есть за 3 секунды ученик прочитает в среднем 6 слов. Далее покажем данную зависимость графически. Для этого также аналогично обозначаем точки с координатами. И на координатной плоскости отметим данные точки с данными координатами. Точка А с координатами 0, 0 будет находиться в начале отчета. То есть за 0 секунд он прочитает 0 слов. Точка Б с координатами 2, 4. То есть за 2 секунды он читает 4 слова. И точка С с координатами 3, 6. За 3 секунды он прочитает 6 слов. Итак, ребята. Сегодня на уроке мы рассматривали решение задач на определение зависимости между величинами. Урок окончен. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok